Всем привет! Вы на канале Жить Краснодаре. Сегодня 30 апреля 2021 года. Погода у нас прям вообще замечательная. Наконец-то у нас пришла настоящая весна южная. Прям тепло-тепло. Хорошо. Градусов, наверное, 20-22 на солнце, может даже больше. Но постоянные зрители заметили, что я реже стала видео снимать, очень редко. Но это были, конечно, свои причины. Я долго думала, что же мне делать. Так скажем, жизнь моя в данный момент кардинально поменялась. Я подала развод на развод. На это, конечно, есть же свои причины. И вот я думала. Долго думала. То есть сейчас, если я буду снимать видео, то я буду их снимать, конечно же, без волоса, соответственно. Тогда мне надо было либо вам рассказать, что случилось, либо просто не снимать видео, просто забросить свой канал. Но я так думаю, что вот у меня есть, я так понимаю, 500 постоянных зрителей, которым может быть важен мой канал. Поэтому я решила, что все-таки я буду снимать видео. Но сейчас видео будут немножко другого формата. Знаете, какого? Одна женщина в доме. Мне кажется, это тоже достаточно интересно. Обычно считается, что когда семья живет в доме, то обязательно должен быть мужчина. Я тоже как бы абсолютно с этим согласна. Но в сложившейся ситуации мне придется одной все делать. Что случилось? Скажу в двух словах. Вова пьет. Пьет уже несколько лет. Последнее время он пьет запойно. В данный момент он находится в запое. И этот запой уже длится почти месяц. То есть вы представляете, в каком доме сейчас живем с детьми. Представляете, человек в запое находится месяц. И не собирается выходить. И он считает, что он может остановиться в любой момент. И что в данный момент он как бы не пьет. У него все хорошо в жизни. Поэтому я решила, что раз не хочет человек жить нормальной семейной жизнью, значит не хочет и не хочет. Ладно, все. Я не буду афишировать эту новость в названии, чтобы не привлекать любителей жареного. Поэтому смотрите. Если вы хотите смотреть, как я буду одна пытаться. Но я думаю, у меня все получится обязательно. Справляться с домашними проблемами, с какими-то заботами. То, пожалуйста, смотрите мои видео. Я постараюсь снимать для вас их часто. Но если кому-то было важно, чтобы смотреть именно на нас, на всех вместе, то можете не смотреть. Многие сейчас скажут, ведь все было хорошо. Ну, да, как? Хорошо не было. Но я не люблю выносить мусор из избы. То есть мы варились вот в этом своем, в своей каше, в своем котле. Я что-то пыталась сделать. Не что-то, а вот все, что я могла для сохранения семьи, я пыталась сделать. Но не получилось. Но не получилось. Что делать? Живем как бы дальше. Вот, смотрите, значит, первые вопросы, с какими я столкнулась. Давайте, я вам покажу. Во-первых, я решила навести порядок на нашем участке. На нашем участке уже много лет ничего не делается. Просто ничего не делается. И получилось так, что теплая погода настала. И газон, у меня же везде газон же, да? Что-то темновато получается. Везде газон. И он стал расти, блин. А я же, ну, что мне делать с этим газоном? Ну, на этот раз я вызвала папу. Вот, хорошо, что у меня есть папа. Он мне ее покосил такой обычный, покосил газон обычной косой. Ну, это как бы, да, не вариант каждый раз кого-то звать. И газон надо косить, ну, как минимум, раз в две недели. Я вот думаю, думаю, наверное, я куплю вот эту вот газонную машинку. Знаете, вот у меня у соседей вот здесь за забором. Я смотрю просто со второго этажа, с окна. У них такая машинка электрическая. И они так друм, проехали туда, обратно. Вот я, наверное, пойду в Леруа и посмотрю себе такую машинку. Потому что, ну, кого-то звать, просить. Это звать, просить, платить. Лучше я уже один раз потрачусь, чтобы знать, какую купить правильно, чтобы правильную купить. Вот. В общем, я на выходных, на этих праздниках пойду в Леруа. И посмотрю, что есть в Леруа. Что у нас там еще, какие у нас есть там магазины. Планета Лето зайдут тоже. Но там что-то в планете Лето дорого. Ну, вопрос еще вот в этой штуке, да. Сейчас это вот, я не знаю, это, наверное, я как бы сама с этим, наверное, как бы справиться не смогу, да. Вот, чтобы довести эту площадку до ума. Вот это сейчас вот насыпь с песка. Она вот это вот туалет для котов наших. Собака, ладно, если я тебе, Господи, ходит куда-то в другое место. Ну, а кошки наши прям любят вот здесь вот это в туалет сходить. Соответственно, это как бы запах и прочее. Наверное, я поищу бригаду. Ну, не знаю, блин. Ну, мне придется с этой задачей справиться со мной. Чтобы мне хотя бы просто залили эту площадку. Не знаю, во сколько это мне, конечно, встанет. Ну, так тоже это нельзя оставлять, да, дело. Хотя бы это была зацементированная площадка, чтобы можно было поставить стул, там, стулья. Можно, в конце концов, бассейн поставить детям. Потому что вот, как бы, вот так вот. А, я, короче говоря, смотрите, стала разгребать. У нас же вот тут вот все завалы были. Я три дня подряд, даже больше. Ну, как, между работой, там, с утра немножко, вечером. Разгребала вот эту часть. И вывозила на помойку. И вот, не знаю, вот эти палки пусть они стоят. Может быть, они пригодятся для, ну, вот что вот, когда вот тут что-то будут делать. В общем, я не знаю. Вот видите, наш этот, когда еще в позапрошлом году сделал Вова вот этот каркас для душа. Вот так вот он тут, этот каркас и стоит. Ну, а пусть стоит. Может быть, у меня тоже когда-то дойдут руки. Я, может быть, найду действительно людей, которые перенесут их вот сюда на нужное место и доведут его уже до ума. Вот, да, задача вот у меня, как бы. Так, и я вот здесь вот грибла-грибла. Здесь были такие у нас вот прям завалы всего. Вот, вот последнее что-то я тут сегодня поразгребала. Вот видите, вот такое там. Сейчас погружу на машину и вывезу на помойку. И уже вот как бы можно, да, начать, как, делать более комфортное вот это место. Потому что вы видите, по факту, у нас ничего нет. У нас нету даже зоны отдыха. И вот в этой куче, вот смотрите, одна вот такой каркас лавочки и еще один каркас лавочки. Ну, как это, как, вот что-то похожее на лавочку было. Не знаю, откуда у нас это все делось. Вот оно вот в таком состоянии, как бы не в приглядном. Я думаю, блин, ну что делать? Взяла пилу. Думаю, сейчас опилю, попробую. Ни разу никогда в жизни не опилила. Хоп-хоп, три минуты. И опилила, сейчас опилю вторую. Мы с девчонками на выходных. У нас тут длинные выходные. Покрасим ее. И будет у нас чудесная лавочка. Мы туда ее поставим, на которую можно прийти, сесть, посидеть, полюбоваться. Хотя бы у нас будет лавочка. В общем, начало есть. Потихонечку мы тут работаем. Потихонечку. Еще вот у меня вопрос. Не знаю, наверное, папу надо будет все-таки попросить уже один раз как бы вот это все дело сделать. Вот эту новую малину, которую я пересадила. Видите, вот тут есть стойка. Вот. Кстати, я еще малину не подвязала. Наверное, займусь подвязкой малины. Вот у меня вот тут вот новая малина. А вот этих стоек, на которые ее подвязать, нет. Да? То есть сколько я просила. Осенью я просила, никто не сделал. Ну, а сейчас, конечно, уже вообще никому нету дела до него. До этой малины. В общем, вот мне надо как-то с ней решить, потому что уже скоро она цвистит, будет плодоносить. Ну, вот, в общем, подумаю я. Попрошу папу. Папу я тоже. Во-первых, он уже возрастной. Ему уже, извините, 72 года. Он уже дедушка. Ему вот это как бы тоже сильно не надо трудиться. У него свой участок есть. Ну, вот, наверное, все-таки придется мне его один раз нагрузить. Ну, кстати, сегодня у нас дедушка наш на рыбалку уехал. Ну, и, конечно, забор. Но это не критично. Вот он тут стоял 6 лет в таком состоянии. Я уже не могу на него смотреть, на этот забор. Весь виноград у меня помер. Весь виноград. Одна вот лоза осталась только у меня, и все. Тоже сейчас пойду в Леруа. Вот, и куплю вот эту вот какую-то отраву. Всю залью вот этот, где забор. А травой залью, чтобы вот этот, вот, смотрите, вот. Вот эти вот вьюны все заплели. У меня уже сил нету с ними бороться. Это вот, в общем, залью, и там посмотрим, что будет. Ну, в общем, вот такие новости. Не знаю. Вы только, пожалуйста, не пишите в комментариях, да, там, ну, что-то плохое. Потому что жизнь такая штука, господи. Сегодня она так, завтра она так. Ну, вот так сложились обстоятельства. Я выбираю, так скажем, просто в данной ситуации выбираю, как здоровье своих детей, так скажем. Дети это все видят. Детям это ни к чему, к тому же у меня девочки. Поэтому, дай бог, если Вова придет в себя, на развод я в любом случае уже подала, если он придет в себя и будет хорошим воскресным папой, это, мне кажется, наилучший вариант. Вот, лучше так, чем вот он вроде как есть папа, но при этом он всегда бухой, злой, агрессивный, и дети его боятся. Так что вот так. Ну, всем пока. Надеюсь, как бы на ваше понимание.